Всем привет! Многие, наверное, знают, что в автомобилях применяются как контактная система зажигания, так и бесконтактная. Что такое контактная система зажигания? Если вы снимете крышку трамблера и увидите там контакты, еще их называют кулачки, то значит у вас контактная система зажигания. Распределительный вал вращается, бегунок бегает по кругу, контакты то замыкаются, то размыкаются и подают электрический импульс на катушку зажигания. Так эта система работает. На данном автомобиле бесконтактная система зажигания. Здесь электрический импульс формируется на основе показания датчика холла. Так, давайте снимем крышку трамблера и продолжим. Как видим в данном распределителе зажигания, никаких кулачков нет и никаких контактов. Тут имеется датчик холла. Вот к нему подходят провода, а вот он сам датчик холла. Датчик холла устанавливается только в бесконтактной системе зажигания автомобилей. Он выдает импульсы, по которым коммутатор системы зажигания определяет момент зажигания, то есть подачи искры на свечу. Как устроен датчик холла и как он работает? Датчик холла работает под воздействием магнитного поля. То есть, если к самому датчику поднести магнит, он срабатывает. Датчик холла в автомобиле разделен как бы на две части. С одной стороны магнит, с другой стороны сам датчик. На разных моделях автомобиля эти стороны могут отличаться. Может магнит с одной стороны быть, а датчик холл с другой, а может быть наоборот. Разделяет магнит от датчика. Вот такие вот шторки. Это своеобразный экран, который закрывает магнит от датчика. Но в экране имеются отверстия. Этих отверстий ровно столько, сколько цилиндров в двигателе. Когда экран проходит мимо датчика и открывается окно, происходит электрический импульс. Когда магнит и датчик холла разделены экраном, как в данном случае, магнит не может воздействовать на датчик холла. Как только появляется проречь окно, датчик под воздействием магнита срабатывает и отправляет импульс на коммутатор. В конечном итоге получается искрой. Сбоку у трамблера имеется разъем на три контакта. Тут виднеются провода. Красно-черный это плюс коммутатора. Бело-коричневый это минус коммутатора. А бело-зеленый это уходит наоборот в сигнал на коммутатор. Ну вот небольшая схемка. Вот экран, который проходит между магнитом и датчиком. Вот прорези. По красному и черному проводу приходит питание. А по зеленому уходит сигнал на коммутатор. Итак, давайте посмотрим на схеме. Я открыл схему для своего автомобиля. У меня MonoG-Tronic. Но в принципе все везде одинаково. Принцип работы везде одинаковый. Вот у меня коммутатор на семь контактов. Вот датчик холла. На первый контакт приходит минус, земля. На третий контакт приходит плюс с коммутатора. Красно-черный провод. И зеленый-белый провод идет сигнал на коммутатор. Когда с датчика холла со второго контакта по зелено-белому проводу подается сигнал на коммутатор, с коммутатора в свою очередь сигнал идет на катушку зажигания. С катушки зажигания идет на распределитель зажигания. Значит, что получается? Пока шторка закрывает магнит от датчика холла, датчик холла не подает сигнал на коммутатор. Как только появляется между магнитом и датчиком холла окно, магнит воздействует на датчик холла, датчик холла срабатывает и сигнал идет на коммутатор. Коммутатор в свою очередь отправит сигнал на катушку. Катушка уже будет давать искру. Ну вот и все, друзья. В следующем видео я покажу, как можно быстро проверить датчик холла. Пишите комментарии, ставьте лайк, если видео было полезным. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok